Субтитры делал DimaTorzok 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 Я говорю, ну окей, делайте И они написали сегодня пост И у них сейчас Так как они будут мне сейчас Страничку Инстаграм переделать И все-все-все остальное Вот там редизайн И они выложили сегодня пост про авторское право Про то, что Если вы будете прям Нагло копировать контент весь Мой, да? То это будут штрафы Это будут Ну блокировать Будут писать в поддержку Там блокировать сайт на YouTube Там еще что-то Соцсети Там не то, что Жалобы будут подавать Если где-то что-то будет Мелькать Без указания автора меня, да? Угу То, что Нахрена эти нужны штрафы Типа Ты сама меня Ну нас Сейчас заблокируешь От нашего расширения Как же мы будем Типа инфу нести И так далее Я говорю Ну так ваше расширение Когда вы не тупо Блин Тексты копируете Да? И контент А когда вы пропускаете Через свои мозги Через свой ум Через свое мышление И вы даете свое Это уже совсем другая Песня И там уже будет расширение А не то, что Тупо берут Копируют посты Тексты Слово в слово Начинают говорить Я начинаю курс какой-то И все начинают В один в один Такой же курс С теми же темами С теми же сроками С теми же датами Вот прям Ну вообще Вот Понятное дело-то во мне Ребята сейчас занялись Почему-то это хорошо Я не знаю Раз так надо Пускай Делают Это первое Я хотела сказать То, что Ребята Вы боитесь Что вас заблокируют От вашего расширения Ну ничего подобного Где расширение В копировании Где оно там Где ваше творчество Правильно Согласитесь Да Я только сейчас понял Что ты имел ввиду Я никак не мог понять К чему ты Конечно Ребята Вы что Берете информацию Слышите Блин Столько контента Интересного У меня Берете информацию Пропускайте Через свое сознание Через свои мысли Через свое мышление И вы даете Эту информацию Своими словами Своими Своим видением Это и есть расширение Ваше понимание Стремитесь быть Стремитесь быть Оригиналами А не копиркой Ну конечно Это первое Что я хотела сказать А второе Девушка Мне пишет Она сейчас У нас на эфире То что Ну мы уже с ним пообщались Она меня любит Я ее Все у нас в порядке Вот Но типа Ничего здесь нового нет Было бы что Типа копировать И ты сама всех Типа копируешь Так а что вы меня слушаете Что вы меня смотрите Что вы мне читаете Если ничего нового Вы все это уже знаете Все это прочитано Какого хрена Вы у меня тут В чатах сидите Вопросы мне задаете В прямые эфиры Вы ходите Блин Займитесь тогда собой Вы все это знаете Я вам не нужна Если я У кого Блин Это реально мое творчество Я никого не читаю Я никого не смотрю Уже куча лет Я вообще не знаю Кто о чем вещает Я вообще не знаю Эта информация Это мое творчество Я придумываю посты сама На видео я отвечаю На вопросы сама У меня нету Мне как-то тут Комментарии написали На ютюбе А что ты все время Глаза отводишь Потираешь там нос Это значит ты врешь Да У меня привычка Я люблю Волосы Это мои антенны Вот я их там трогаю У меня там Эта информация приходит Ну шутка конечно Хотя доля шутки Тоже есть И правда Вот Где я что читаю Нет у меня тут ничего А ты расстраженная Да сейчас немножко Нет У меня просто эмоции Ты меня не поняла Нового нет у твоих продюсеров А у моих продюсеров Нового нет Мои продюсеры молодцы Они начали делать свою работу Они сказали Неля В нашу компетенцию Не лезь Мы с тобой советуемся Но то что нужно делать Мы будем делать Я говорю Окей Мы подписали контракт И заключили договоры И мы работаем Все Ребята хотят патентовать Пускай делают Блин Я говорю да Я за новое За расширение Никогда так не пробовала Я всем всегда Все разрешала Копируйте Делайте Что хотите И так далее Вот Но раз пришли люди У меня было такое желание Чтобы пришли И начали заниматься Чтобы люди Узнавали информацию Еще больше Вот И я хочу расширяться И мне интересно Что они там придумают Начали С того Что хотят Все патентовать Пускай Авторские права Пускай Вообще Что хотят Пускай делают Мне интересно Блин К чему это приведет Реально интересно А тем более Сейчас вот Книга скоро будет Я ее уже наполовину Написала Ну короче Там еще конечно Доделывать и доделывать Вот Но интересно А для ее выпуска В любом случае Придется с ней Ну что-то делать Вот Ну все Я как бы с этим закончила Давай Вопросы А Класс Сейчас Молодец Вот Высказалась Высказалась Да люди Расширяйтесь Расширяйтесь Думайте своей головой Слушай Ну вот это вот Крутая фраза Вот На прошлом эфире То что ты выдала Я говорил Поделись чем Что ты хочешь Сказать В данный момент В данный момент Времени Вот от души Что идет И ты такая Делиться Чтобы Раз Умножаться Вот Помнишь Да Я еще сделал С этой фразой Этот самый Такой Ролик Нарезку Из своих эфиров Да Вот И прям Очень глубокая Очень глубокая Фраза такая Ты кстати Можешь ее использовать В каком-то Этом самом Как Типа не слоган Как Некая Причастность К твоим Движениям Которые ты делаешь Ну как Я не знаю Чтобы Ассоциировалась С тобой Ну то есть Вот эта фраза Она же Ну Можно сказать Универсальная Да такая Делиться Чтобы расширяться Делиться Делиться Чтобы Умножаться Да Деление Это умножение Ну да Мы как-то С Олей на курсе Которые вели Вживую Ну эту фразу В унисон Такие Произносим И все И пошло Дело Короче Ну оно реально Классное Клетка делится Ну да Как вот Например Новую информацию Допустим Если ты не готов Ну вот Для принятия Чего-то нового Есть два варианта Либо Освободить место Для этого Либо Увеличить Емкость Свою Да Или нет Ну теории Интересные Но зачем Заморачиваться Чтобы влезло Да Нужно просто Не знать Нужно включить Интерес Оно влезет В любом случае Ты растешь Делево Оно растет Сначала Маленький росточек Все время Увеличивается В размерах Емкость Она растет Каждый раз Когда ты принимаешь Новую информацию Когда тебе Интересно Познать Как ребенка Новую информацию Она в тебя Влезет Но очень часто Информация Не влезает По причинам Того Что Я хочу Быть правым Да И я держу За старую Информацию И поэтому Новая Со временем Все равно Догонит Так Тут признание идет Очень длинное Да Почитай Благодаря вашим Постам И видео На ютюбе Вашим прямым эфиром Я начинаю Уже Расширяться Потому что У меня Огромное желание Интерес Познать себя Через вас Через вашу Информацию И вам Безграничную Благодарна Потому что Круче Вас Меня Никто Так Не раскрутил Люблю вас Безгранично Вот Марта Спасибо Приятно Такие слова Такие приятные В твой адрес Да У меня Прям Тут так Тепло Да Да Ой Я вообще Люблю Благодарности Ну кто их не любит Нет такого Человека на свете Который не любит Благодарности Раньше Если меня Благодарили Я знаешь Такая Ну что Ну что Скромница Да Да Я вообще Не могла Принимать Благодарности Я этому Училась Нереально Было Очень трудно Принять Благодарность Принять Подарок От кого-то Даже Цветы Если Ну ладно Ну брось Ну ты что Это мне Может не надо Ну Я Блин Реально Вообще Не принимала А потом Поняла То что Если я Не принимаю Я лишаю Человека Который Мне дает Возможность Дать А его Желание Дать Поделиться Расшириться Умножится Он хочет Он хочет Поделиться Это его Расширение А ты ограничиваешь Я его ограничу Конечно А так У нас Взаимно Взаимный Вот этот Обмен Все счастливы А так Я Сама Не принимаю И человек С какими чувствами Уходит Пришел С одним чувством Поделиться А его Не приняли Ему Пипец как жестко Неприятно В душе Ну ему Очень плохо Если мы не принимаем Благодарность Или подарок Или Поджопник Неважно Нужно принять Все что дают Ну мы себе Даем Так Слушай А скажи На твоих Семинарах Тренингах Вообще Слезы Проявляются Плачут люди Всегда Да У меня мужчины Плачут Помню у меня был курс Мужского марафона Чисто для мужчин Вот Я Мужчинам Говорю Ребят На этом курсе Мужчины А Мужчины говорят Мужчины не плачут Они начали Что-то в первый день писать Я говорю Так ребят На этом курсе У нас мужчины Все плачут Мне Да ну Да ну Да ну Не может быть такого И Ну Поревели Многие На курсе Прям мужчины И они признали Что Это хорошо Был Мы же кремень Мы же мужик Мужики не плачут Блин Самый сильный Мужчина Это тот Который Может признать Свою слабость И принять Свою женскую энергию Так вот Видишь Ты чувствуешь Что другому плохо Если ты Обделяешь его Своим принятием Ну да Это к предыдущему То что мы говорили Скажи Вот такой вопрос Видимо тоже мужчина Болтовня Это хорошо или плохо Когда человек Болтает постоянно Очень хорошо Он вытерпывает Свою муть Ему нужно Все-таки Все что у него Там накопилось Вычерпать Для таких людей Посоветую Завести Дневник Очень классная штука Вычерпывать Свою муть Выписывать Все что в башке Я еще помню Такая картинка Была классная Где-то она у меня Затерялась На канале статей Когда Голова человека И вокруг У него Паутина Ниток такая Короче Начинает выписывать Клубок Разматывается Разматывается И потом Эти нитки Перекладываются На бумагу И голова у него Пустая Он счастливый Круто Психологи Используют Многие Это техника Стара как мир Вот Ничего нового В том что Нужно выпустить пар Таким образом Пойти в лес Покричать Еще что-то Это Ну очень разгружает Мы В себе Очень много носим А надо Этому Проявиться Хоть как-то Через бумагу Провести дневник Это очень круто Неля Ты ведешь дневник Да Я веду дневник Веду Выкидываю Новый завожу Опять Выкидываю Что с ним делаю Пишу Выкидываю Молчание Золото Так ведь Да Шаблон Мышления Такой Ну смотри Ограничение Ваше Хотите Говорите Если вам кайф Над этого Зачем молчать А хотите молчать Если вам кайф Над этого Молчите Ну то есть Надо делать по душе Вот как хочется Ну просто Ну просто видишь Ну как бы Мужчина такой Кажется брутальным Если он такой Молчит такой Знаешь У него каждое слово На весь То есть он такой Молчит Но если он что-нибудь Скажет Это вот Прям В тему будет А не так Знаешь Постоянно Вот как я В тихом Эти черти Водятся А потом Этот мужик Как дедок Уже Там Под 50 лет Страдает Какими-то Хроническими Заболеваниями Связаны Как раз Вот с этим Грузом Пускай молчит Это его проблема Но потом Будет болеть Да Тут вот На твоем тренинге На твоем марафоне Орали Мужчины Тут пишут Да Было круто Кстати да Вот через это Я На этом аккаунте Кстати На котором вы сейчас Вы можете посмотреть У меня там Есть прикольные Видюшки Я же У меня же Свой проект был Одно время Ну то есть Я сейчас уже не особо Так У меня Это Лайфдэнс практика То есть Ну я же диджей Да изначально На мероприятиях работаю С музыкой связан И как бы Замечаю уже На интуитивном уровне Как музыка Воздействует На Те или иные Эмоции Человека Вот И так как Я еще занимался И занимаюсь Продолжаю заниматься Театральными Всякими Штуками Тренингами То я это Совместил Все в этом проекте То есть у меня Получается Через танец И Через Техники Театральные Мы Восвобождаем Всякие Свои Накопившиеся Штуки Да Это очень классно Через пение Через танец Через Актерскую игру Мы очень много Можем Разобрать Страхов Стыда И так далее Да Это классно Вот кстати Слушай Вот мне сейчас Напомнил Вот этот Комментарий Кто постоянно Болтает в нас Вот я не знаю Вот он просто так Написал сейчас Или нет Короче знаешь Иногда замечаешь Когда вот Перед сном Когда лежишь И как будто знаешь Как будто в твоей голове Ну вот этот Что-то Прямо стройность Какая-то идет От этих вот фраз Мысли Ну потому что В темноте Ты закрыл глаза Ты ничем не отвлечен Ты в себе Причем как будто Наговаривает кто-то Да Это твой ум Это вообще Причем голоса разные Я сейчас только понял Причем Этот ум Он бесконечно Наговаривает Мы просто Не обращаем внимания Когда мы в тишине Наедине с самим собой Конечно это Ну Явно видно Явно слышно А просто В обыденной жизни Когда мы чем-то заняты Мы не обращаем На это внимания Такая слова Варшалка в голове Она бесконечно Постоянная Просто мы обращаем Внимание перед сном Потому что Расслаблены Свободны Суеты Да Тут вот Вопросы пошли Смотри Подскажи пожалуйста Как избавиться От чувства вины Что не работаю Ну Уволилась И мечтала быть дома А чувство вины есть Вина Чувство вины Ну А трансформировать вину Осознать Просто если с точки Обзора Мы смотрим Позиции жертвы Да То конечно Мы всегда будем Эту вину испытывать А если вы творец Какая может быть вина То есть Просто квантовый скачок На другую точку обзора Посмотреть на себя Если я творец То перед кем И перед чем Я могу ее испытывать Почему я не могу делать Что я сочу Я сижу дома И Прекрасно Се чувствую Кстати да Другое состояние Совершенно Кстати можно Попробовать Просто отказаться Временно От своей точки зрения И просто принять Другую Просто ну как Тренироваться Просто входить В это состояние К этому ты Всегда успеешь вернуться Правильно Попробовать Что-то другое Новое Какой-то Другой Составляющей У вас Одна жизнь Понимаете Вы В этом теле Вот вы есть у себя Почему вы пытаетесь Заняться жизнью Других людей О чем они будут думать Вот они думают Я не работаю Я такая плохая Да насрают на всех остальных Но вы С собой займитесь Вам сейчас комфортно Дома Ну и будьте дома Вам нужно Поддерживать свою жизнь Чтобы она была Чтобы вы не умирали Для этого вам нужно Быть в спокойном состоянии В радостном состоянии То есть Ну вот Спокойном Ну да Вот По-моему Толстой даже сказал Да То что Вы обязаны быть счастливыми Ну то есть Вот это состояние радости Это не просто там Типа Почувствовать себя Радость К этому Ну Состоянию Надо Прийти И это будет как Мерил Мерил Вот если ты Отклоняешься Например Какой-то Испытываешь Что-то Ну не то То Нужно стремиться Опять вот К этой радости Поймать ее Ощутить А радость Мы испытываем Настоящую Да Которая вот Нас наполняет И двигает Только в единственном Случае Когда мы осознаем Причинно-следственную связь Чем мы Породили Да Для чего Это нам Ситуация Какой мы Опыт получаем Если вы Не осознаете Да Мы же не осознанно Живем Многие Вот То мы Пытаемся Эту радость Искусственно Получить Но эта искусственная Радость Вызывает Обычно Только Недоумение Я сейчас Куплю машину Сяду И типа Буду все время Радоваться Да Вон с машинами Все такие Безрадостные Ходят Или Я куплю квартиру Буду Радоваться Да Вон Все люди В квартирах Живут Что-то Ни хрена Не радуются А вот Я сейчас Замуж Выйду Буду радоваться И все Такие Несчастливые В этом Брать Все Это хрень Вот А когда вы Осознаете Чем вы порождаете Эти события И для чего Они вам нужны То блин Какая бы жопа Не была вам Прикольно Вам хорошо Потому что Вы понимаете Для чего Она вам Если вы сейчас Сидите дома И понимаете Почему вы себе Устроили Именно Почему вы Здесь сейчас Находитесь дома А не на работе И вы это понимаете Да То вам в любом случае Уже невозможно Испытывать чувство вины Вы будете испытывать радость Если вы осознаете Чем вы создали Такую ситуацию Для чего Она вообще вам нужна И почему Момент Наилучший момент Который может быть Для вас сейчас Если вы Осознаете Даже просто Точку обзора Создайте для себя Что интересно Все что не происходит Здесь сейчас Это наилучший вариант И почему-то это хорошо Даже просто Не осознавая Почему А просто Занять такую точку обзора И понаблюдать Вы увидите Подтверждение Материальной действительности Как факт Почему То есть вам придет ответ Даже не рассуждая Просто интересно Понаблюдать Почему это Самый лучший вариант Ответ придет И покажет вам Мир Почему Да Мы весь На чего-то Хотим Все время Достигаем И никогда Не наслаждаемся Тем Что уже Миллиарды Раз Достигнем Мы столько Всего в жизни Достигли Столько В жизни Получили Столько Исполненных Желаний И весь мир Это продукт Ваших желаний Если вы Просто даже Займете точку обзора Что весь мир Это продукт Моих желаний Какого Нахрен Вообще Я Опять Не принимаю Вам станет Спокойнее жить Какая вина Вообще Перед кем Если вы творец Никого Кроме вас Нет Весь мир Это иллюзия Проекция Вашего создания Что вы создаете Все наилучшие варианты Которые вы создали Вы все их видите Вы не можете видеть Худшие варианты Все что вам кажется Плохо Это ваш ум Делит на плохо Хорошо Но нет ничего Плохого И хорошего Мы просто играем В эту игру Занятуюсь Позицией Что мы просто Играем в игру Ну вот такая игра Прикиньте Игра Без Сложности Просто Да Зашел в коридор Такой прошел Загейм Вышел Неинтересная Игра Мы придумываем Для себя Лабиринты Разные Там двери Открыть Там ключик Найти Это же все Интересно Ну да Создаем эту игру Смотри Вот по поводу Я может быть Не добил Этот вопрос Вот поток мыслей Который Вот То что я говорил Тогда Да Вот здесь вот вопрос И как бы Продолжение Моего тоже Поток мыслей Совсем отключить нельзя А второй В дополнение Смотри Если нельзя отключить Как позитивно Можно работать С мыслями Ну то есть Транслировать Направлять их Куда-то Они создают Потом Какое-то Материальное Материальное Подтверждение Свое Мысли Мысли не создают Чувства Создают Если вы За чувствами Своими Следите Вот И Разрешаете Любому чувству Быть И наблюдайте За этим чувством Даже если оно Негативное Но мозг Так его определил Хотя нет чувств Гативного Негативного Позитивного Негативного Нет таких чувств Они все Нейтраль Вот Которые вызывают В нас Вот эти вибрации За счет которых Мы Блин Живем Вот Но если вы Понаблюдаете Даже за негативным Чувством Вы увидите Целое Вы просто Одну сторону Медали видите А вторую Нет А вы хотите Вот это испытывать И испытывайте Вот это Но это давите И это Соответственно Тоже не можете Увидеть Вы не можете Увидеть Целое чувство Этот бриллиант Потому что Ну вы похезали Все Поломали Без одного Невозможно И другое получить То есть пока Вы не признаете В себе Эту всю ненависть Не разглядите Ее Любовь не получите Зла Без добра Не существует А вот История такая Что Вопрос был А если мне не нравится Такая игра Жертве Никогда Не нравится игра Никогда Творцу нравится Все Потому что Он ее создал Для себя Чтобы в нее играть Если вы Хотите эту игру Изменить Значит вы Себе творца Не принимаете То есть это У вас есть выбор Быть в точке обзора Что я жертва Блин И все Мне не нравится Надо менять Либо я творец Блин Но почему-то Это хорошо И разглядеть В этом Почему Все негативные события Если задним числом Посмотрите Они же вас привели К классным событиям Что Вот я так столько Плакала Что с тем мужем Развелась Козлом Блин Он такой Козел Меня бросил А сейчас у меня Такие идеальные отношения Но если бы я тогда Не развелась У меня бы сейчас Детей не было Вот так не было А если бы я Там Машину Не приобрела бы Ну вернее Наоборот Если бы у меня была машина Может я бы разбилась Нахрен Все события Не идеальны Вы же не знаете Что за теми Желаниями Которые вы хотите Получить И изменить Вот эту материальную цель Что за ними стоит Слушай Я знаешь Я в какой-то момент Стал испытывать Кайф от того Что что-то происходит Ну на мой взгляд Негативное Потому что Блин Я от этого вообще Кайф Я просто обожаю Эти ситуации Потому что Как бы Понаблюдать Как они разруливаются Это же так интересно И они тут же Разруливаются Как только ты обратила На это внимание Что это интересно Посмотреть как разруливаются Это да Это первый момент Как разрулиться А второй момент Смотри Выбор По какой улице пойти Ты идешь Перейти на эту сторону Или по этой Вот Пошел по этой Раз там спотыкнулся Упал Порвал штанину Грубо говоря И такой Блин Если бы там пошел Я бы такого Во-первых Ты не знаешь Что бы было Если бы ты там пошел Возможно Там бы кирпич Упал на голову И пипец тебе Это наилучший вариант Всегда Каждый выбор твой Наилучший Ну да А во-вторых То есть Ты познал То что ты Именно по этой дороге Ты прошел Вот именно Вот эту штуку Ну принимаешь все Вот Именно на этой дороге А если ты еще упал Порвал штанину И спросил себя Накрена я хотела упасть И порвать штанину А где я так падаю Постоянно И тут же тебе придут мысли Что на работе Ты вот такую херню делаешь А ты же можешь Сразу миллиарды получить Вот если просто Перестанешь что делать Придешь домой А там хобы подарки Вот А если в этот момент Для чего ты Блин Это же круто А если в этот момент Если в этот момент Еще состояние Творца Блин Упал Это же Класс Но вообще Это прикольно Маски, перчатки Носить не хочется Ведь Но дело в том Что если бы не было Масок и перчаток Народ бы сейчас Не проснулся Эволюции бы Сознания бы Не произошло Люди сейчас дома Начали задумываться О себе Смотреть на себя Смотреть на свои отношения Побыть в любви В семье С детьми И так далее Столько всего пришло Сейчас наше сознание Меняется только Благодаря этому Это наилучший исход Война Это наилучший исход Поменять сознание Человечества Это, блин, офигенно Разрушение любые Чтобы построить новое Это все классно Народ Видит только маленькую Блин Ситуёвину А картину в целом Не хочет видеть Мы думаем Что вот эта вот Хернюшка Которая со мной случилась Вот эта вот Маленькая точечка Это так плохо А целая В масштабе Целой картины Всей твоей жизни Это вообще Такой наилучший вариант Без этого пазла Без этого всего Красоты Твоей жизни Не было Мы привыкли Так узко мыслить Узко бока Вообще Жесть И рассматривать Каждое событие Мельчайшее На которое даже Обещать особо не надо Как говничка Какое-то И сидим Себе косточки Перемываем Постоянно во внимании Вот прям Фокус внимания Туда Фу-фу-фу-фу А это фу-фу-фу на тебя Получите Куда фокус внимания Ту умножим Мы все время Проеицируем То куда мы Наблюдаем Вниманием своим Мы все время Говорим У нас нет денег У нас их нету Я не хочу маски носить Мы их носим Пока не поймете Потому что это хорошо Но как только Вы поймете Почему это хорошо Вы не будете их носить Тебе комплимент сделали Мэрилин Монрот А, и мне уже второй или третий день именно прям пишет Мэрилин Монрот Не, не похоже, ну просто беленько Не все задумываются Ну да, но если вы задумаетесь почему это событие ведет просто взмах бабочки цунами на другом земном шаре на другой половине земного шара цунами бабочки может вызвать, понимаете Маленькое и мельчайшее событие, но просто как шестеренка в огромном пазле счастья Мы зациклимся Слушай, а я знаю ты кофе много пьешь Да А ты любишь кофе? Да Нравится тебе пить его? Очень Смотри, у меня с кофе очень сложные взаимоотношения Вот я его не то чтобы люблю я знаю, что оно мне как бы не полезно и я его Надо шаблон трансформировать полезно, не полезно Почему все полезно и не полезно? Почему не полезно и полезно? Ты знаешь? Нет Ну, давай подумаем вместе Почему полезно и может быть не полезно? Почему полезно и может быть не полезно? Ну, допустим, морковка полезная А почему она может быть не полезна? Ну, потому что ее много можно съесть и стошнит Или ты про что? Я про это же А почему не полезно и может быть полезно? Не полезно и может быть полезно Смотри, что такое полезно? Это то, что ум ум знает по своему какому-то опыту Но каждая клеточка нашего тела она может жить вечно Но ум постоянно вмешивается и она не может регенерировать бесконечно Но ученые уже доказали что наши клетки организма могут регенерировать и мы можем жить бесконечно Каждая клетка знает что ей нужно для жизни Ум вмешивается в свою полезность Я-то знаю как надо Но он ни хрена не знает Ни хрена В данный момент времени вот взять воду Это вообще прямо У меня прям целый эфир про воду был Вода это вообще уникальная такая штука При минус 90 она может стать твердой Ой Я не помню Короче, ладно, неважно, проехали Вода при нагреве или при замерзании меняет свойства То есть свою теплопроводность теплоемкость плотность Там меняется полностью структура воды Кристаллическая ее решетка Там она вообще становится другой Другого свойства При 30 градусах Она влияет на клетки Вот так При 40 вот так Если ты не будешь думать Что нужно вскипятить чайник И чай попить именно И заварить кипятком Как я привык Когда чайник отключается А просто не думая Тело твое подойдет Оно знает Когда пальцем нажать на кнопочку И выключить И тело отключит Недокипевший чайник Кромно на той температуре Самый идеальный Которая нужна В данный момент Для клетки Морковка Вот здесь и сейчас В данную секунду Там Целая штука Для тебя Может быть полезна И вылечит твой рак Но если ты включаешь Свой ум Там И будешь ее есть В другое время Ну Она же полезна Каждый день Там ее надо есть К примеру Каротин Глаза Там зрение Все такое Витамин В Там Д Что там у нее есть Оно будет убийственно Она будет ядом В каждый момент времени Организму нужно Всегда Ну Новое Свое То что не достает Наш организм По импульсу Знает все Но мы своей полезностью Что не Вот это полезно Все Я отказываюсь Мы убиваем Свой организм Точка Так Просто Я Просто У меня Как бы Противоречие Такое Я хочу От кофе отказаться Я понимаю Что это сделать Просто там Типа не пей И все Но Я к нему Возвращаюсь Всегда Вот И Как бы Мне сказали Что типа Это Замена Короче Когда ты Какой-то Видимо Испытываешь Типа вот Оно же горькое Когда горечь Испытываешь Это как бы Трансформация Я сладкий Кофе пью Я не испытываю Горечь А ты Нахерачиваешь Я им наслаждаюсь Я им наслаждаюсь Я не тянешь На кофе Я там день-два Могу Вообще без кофе быть У меня бывает На чьи тянет Бывает Я только воду пью А иногда Хочется морковный сок Я всегда Слушаю свое тело Что ему нужно Ум свой Отключаю Просто Есть такие вещи Которые эмоциональные Я могу неделю не пить Поесть одно яблоко В воскресенье И потом В следующую субботу Вспомнить Что нужно съесть морковку А могу мясо съесть В каждый момент времени Тело знает Что ему необходимо Ну да Это надо просто чувствовать Слушать тело свое Посмотри Но оно копирует Само себя Эти системы Они копируют себя Мы сейчас Были под управлением Коллективного сознания Ну не Сейчас Это слово Мое любимое Были под управлением Коллективного сознания И Под управлением Ума Мозга Который говорил Какие процессы Должны в теле быть Ну то есть Направлял Знания Каждой клеточки Где что делать Человечество Сейчас Начинает просыпаться Да И начинает Осознавать Сами себя Раньше Ну люди Не осознавали себя Задним числом Мы можем Читать сейчас Книги Труды Которые опять же Сложились Из точки Здесь и сейчас Как бы всегда Так было Мы всегда так Себя осознавали Вот на самом деле Мы только сейчас Революция происходит Коллективного сознания То есть Человечество Начинает Осознавать себя В теле человека Точно так же Каждая клетка Получила свой разум У нас Новая хромосома Отвечает за то Что каждая клетка Теперь Имеет свой мозг Свой ум И знает Теперь Все Что ей нужно Раньше У нас была Система Управляющая А сейчас Система Переходит В эволюцию Ну эволюционирует Переходит в помощника Как и коллективный разум Управлял Человечеством Опыты набирал Люди Как были Марионетки Наверное Не знаю По судьбе шли Предназначения Там еще что-то Вот Сейчас каждый человек Начинает Себя раскрывать И познавать Каждая клетка Тоже начинает Это уже доказано Учеными Посмотри видео Очень много Классных Мужчин и теток Рассказывают Про это Прям все Вот эти Биологические реакции Которые у нас Происходят Какие открытия Ученые Вот в этом году Сделали очень много Открытий В прошлом году Очень много Открытий За последние несколько лет Очень много Открытий По вечной жизни По регенерации клеток О том Что клетки Начинают себя познать Они все Сами теперь знают Что им делать Если мозгами Не анализировать Отключить Вот это Я знаю Как должно быть Я привык Мне сказали Я читал Вот это Отключить И довериться Своему телу Оно Себя омолодит Слушай Ну вот по поводу Я не знаю Как То есть Забыть о том Знаешь Иногда это Злую шутку Иногда играет Ну Может сыграть с тобой Вот я про себя говорю И знаешь Вот так вот Отключаешься И потом Короче Через какое-то время Ну типа Макс А ты что Забыл что ли Там Ну как бы И ты Некоторые такие вещи Которые ты совершал Механически Если ты отключаешь Вот этот вот Посыл То есть я это знаю Начинаешь это по-новому И знаешь Как будто каждый раз У тебя Такой Ну не день сурка А как будто У тебя обнуление Какое-то происходит И ты каждый раз Там Что-то по-новому Открываешь для себя Тебя спрашивают Ты разве не помнишь Ты вчера ложил это туда Там И ты как будто бы Ну не знаю Понимаешь о чем я говорю Или нет Я понимаю Тебе комментарии написали Доверяй себе Да я себе доверяю Просто иногда Отключи ожидания Свои Как должно быть Ну вот так оно Как происходит Так и должно быть То есть С какими-то вещами Я как будто Первый раз встречаюсь Хотя Ну и круто Мне говорят Ты что не знаешь Разве Ну ты что Вообще что ли Идиот Ну как-то Это же элементарно Это понятно все Ты что спрашиваешь у меня Либо Там посмотри Ты же знаешь Где это было Ну и что в этом плохого Ты себе напомнил Через другого человека То что тебе нужно было Здесь сейчас Ты всегда себе подскажешь Если ты что-то там забыл Что-то не знаешь Всегда появится человек Который тебе поможет Это вспомнить Если ты что-то не хочешь делать Наблюдая И за тебя сразу Другие сделают Если ты хочешь Чтобы пришел в твою жизнь Тот человек Которым ты давно не виделся Ты только подумаешь Он сразу появится Можно не сохранять Эти книжки записные У меня в телефоне Ноль записей Вообще Я каждую ночь Просто форматирую Полностью все сообщения И все эти У меня нету контактов Серьезно? Серьезно? Это уже давно практикую Уже какой-то третий год Давно об этом рассказываю Я раньше Была собирательница Всех контактов И телефонов Как человек-паук Должна там всех связывать Суетиться Вот это вот Все там одному Написать Как бы не забыть Там еще Продублирую в тетрадку И в телефоне И надо все это еще И запомнить А сейчас я знаю Что Ну блин Самое наилучшее время В тот момент Когда мне кто-то понадобится Он сам себя найдет Он сам появится И все И он появляется Слушай Ну это Блин Это полное доверие себе Понимаешь? Это доверие Да Ну это очень круто Конечно Тренируй Доверие Класс Что там пишут Интересно Пишут А тебе уже от меня Неинтересны вопросы Да Туда значит Хочешь все время Не-не-не Там просто столько вопросов Давай читай А там Говорят Отключите комментарии У меня не видят У меня не видят Да И пуфят меня Слышно И уже хорошо Кстати Они потом будут Пересматривать Они будут Пересматривать Там будут На YouTube Будет без комментариев Да нормальную семью. Эта фраза звучит по-разному. Значение такое будет без комментариев. Это просто без комментариев будет. Всё верно. Отпустите себя, просто наблюдайте. Тело аватара, тело биологический скафандр. Ваше тело питается пищей, а душа чем питается? Чувствами. Опытом. Значит, сыроедение, которое излечило мои болезни, это фигня? Да нет, почему? Когда вы занимались сыроедением, вы знали, что оно вам нужно. Но если вы вдруг захотите чего-то другого, не отказывайте в себе. В тот момент вам оно нужно было. Вы знали телом. Не специально это делали, но вот вам такое пришло, вы захотели, у вас был импульс, было желание, вы излечились сыроедением. Всё хорошо в этом деле. Но те люди, которые отказываются от мяса, но его продолжают очень сильно хотеть и мучаются, в этом сыроедении. Да, они все плохо делают. Но если вы прекрасно себя чувствовали в этом сыроедении, то это классно, это нормально. Мы каждый день не можем заниматься любыми практиками, любыми техниками. Хотите, худейте, хотите, там, жирейте. Это неважно. Главное, чтобы это было по желанию. Ты, кстати, кстати, да, согласен. Пожелание. У тебя были какие-то опыты, вот именно с пищей связанные? Ну, я имею в виду сыроедение, праноедение, там, ещё там что-то такие. Какие-то периоды жизни. И ты помнишь в этих периодах себя? Я никогда не отказывала себе в еде. Я ела, там, 3-4 раза в день. Много мяса, много всего вот этого дела. Ну, года три назад, два, три. Так, примерно. Что-то я уже за временем, не знаю даже, какой сегодня месяц. Ну, ладно, неважно. Сегодня февраль, по-моему. Не январь? В март. Не, январь, я бы знал, потому что в январе у меня дня рождения. У меня в январе тоже, мы вот недавно приехали, месяц назад, ну, февраль-март где-то сейчас. Ладно, поехали. А год какой? 2019. 20. 20. 21. 2021. Да, я не помню. Я не помню. Про число даже не вздумаю спрашивать, а то я вообще сейчас покраснею, буду вообще полной блондинкой. Да, сейчас спроси, сколько лет, да, типа того. Да. Короче, была на практике, где нам нужно было неделю не есть. Это было жёсткое сопротивление. В течение дня разрешались орехи, там изюм, зелень, можно было помидорку съесть, можно пару долек там огурчиков съесть, немного фруктов, ну и всё. И как бы в маленьких дозах. И три дня из этой недели, по-моему, даже не недели, десять дней, три дня можно было выбрать, где можно было наесться этими просто фруктами побольше. А в остальные дни там было вообще, ну как бы, три орешка за день. У нас, ну, задания были такие. Это было жёсткое сопротивление, я не могла. Я бесилась, для меня это что, себе отказать в еде, да никогда в жизни. Короче, я за эти десять дней где-то что-то там подъедала всё равно, но я не могла вообще не есть. Для меня это было жёсткое сопротивление, я очень плохо себя чувствовала, я была раздражённой. Но прошли эти десять дней, и я поняла, что вот уже на протяжении пару лет я ничего не ем. Я, максимум, это один раз в день, ну и пол порции любой еды. Это максимум. Очень часто я забываю есть, я вспоминаю, что, ой, я вчера не ела, а сегодня только кофе пила. Ну, так. У меня нету вот этого чувства голода, то есть я тогда прошла через это, мы занимались ещё, ну там, йога, мы занимались духовными практиками, и так получилось, что сам весь этот курс, я всех ненавидела, и я ела. Но как только он закончился, на меня перестали давить, и я поняла, что я просто сама не хочу. И с тех пор я практически не ем мясо. Я иногда люблю борщ, кусочки сала нарезать, ну, мне нравится, ну, я привыкшая у нас в семье, то сало, горчица, куча красный перец острый, вот этот чили, что там ещё. Хрен, наверное, да? Хрен, да, у меня хрен, полный холодильник. Ну, короче, вот, я люблю борщи вот с такой штукой, и сальцом порезать. У меня дед хохол, ну, и поэтому всё этим сказано. Лук, чеснок, это обязательно... А, у меня свинки потихли уже. Да, то есть иногда мне нравится вспомнить вот это детство, и, как бы, блин, насладиться вот этим, ну, пару кусочков. Вот, и у меня муж любит курицу, если бы не он, я бы даже, и курицу бы не ела. Муж у меня мясо так тебе, любит курицу. Вот, поэтому я ему часто готовлю отбивные, или, там, котлеты куриные, ну, что-нибудь такое. Он ест только вот эту мякоть. Как это называется? Ну, животик, брюшко. Грудка? Грудка, да. Блин, всё перечислила. Вот, и поэтому иногда ем... Ну, а так больше из еды люблю, конечно, зелень. Я покупаю просто килограммами петрушку, укроп, кинзу, и просто её просто так ем всё время хожу. Интересно, интересно. А этот, как его? Как его? Сельдерей называется? Сельдерей. Блин, я его обожаю. Хорошо, ты его вспомнил. Завтра куплю его. Да, я люблю что-то такое необычное. Есть зелень, вот, чтобы такой запах был, очень прям насыщенные, помидоры такие прям. Вот, но это редко. Ну, то есть, еда для меня ушла на второй план. Раньше я едой, чувство насыщения, чувство, вот, я ем-ем-ем, у меня пост есть такой про еду. А чувство насыщения не наступает. Ну, вот, есть такие люди, которые, ну, прям, ну, не могут есть. Но чувство насыщения внешним едой не запомнить, потому что это чувство. Надо чувство себе дать насыщение. А как это чувство в себе найти и дать его, там уже другая песня. Но едой чувство насыщения не заполнить. То есть мы не можем материально заменить чувства. Я очень много позволяю себе чувствовать. Очень много. Я не сдерживаюсь ни в эмоциях, ни в чём. И поэтому полагаю, что из-за этого я не хочу есть никогда. Слушай, а ты посуду бьёшь? Телефон только сегодня разбила в хлам. Всё. Ты его как-то кинула или он упал? Я его положила заряжаться и он просто сам завибрировал и съехал со стола и разбился почему-то. Хотя каждый день до этого падал, не разбивался. Но тут я хожу с мыслями о том, что я хочу новый телефон. А, ну то есть я имею в виду с твоей стороны физического применения не было? Нет, он сам. Причём он всегда там лежит и почему-то никогда не падал. А сегодня он захотел скатиться со стола. А, фишка ещё. Короче, у меня получилось точно так же. Я начала сегодня смотреть фильм «Мёртвое озеро». Первую серию. Сериал. Проследователя. Подожди. А. Проследователя. Короче, начало титры. Фильм начинается. Угол стола. И телефон такой. Ну, сначала чёрная пятышка. И что-то ползёт, ползёт, ползёт. Я думала, чья-то рука там ползёт. Что-то чёрное, такие потёмки. Он ползёт, ползёт. И потом телефон падает. И чувак такую руку из ванны достаёт, берёт этот телефон упавший. Ну, короче, смотрит, не разбит. Там что-то пишет и так далее. Мне эта картинка запомнилась. И вот я сейчас только вспомнила, что мой телефон точно так же полз и упал. Блин, нифига себе. Я это видела в фильме с утра. Я сейчас тоже вспомнила одну штуку про себя. Я, короче, когда в клубе работал раньше, такой думаю, надо что-то такое оригинальное. Вообще прийти, что-нибудь нанести на себя, чтобы внешность как-то унять. Думаю, может быть, вот от этих, которые, знаешь, рейслеры, которые вот эти вот так вот делаются. Ну, чёрные. Да-да-да. Может быть, тих. И что-то у меня какая-то мысль такая запала. Вот. Утром я такой встаю. Вот в тот день, когда я должен там работать. Держу телефон, лёжа, так над собой. Он у меня тяжёлый. У меня херак падает, короче. Рассекает меня вот здесь вот. И я такой... Захотел, не сделал, дать и получить. Да-да-да. И я такой... Ну, и я потом уже понял, думаю, блин, вот, да, хотел получить. Ну, это так вспомнил. Да. Блин, наши желания, они настолько интересно сбываются. Они все сбываются. Все. Мы просто не замечаем их. Не в той или иной форме какой-то сбываются. Ну, именно так хочет душа, так она его исполняет. Ну, бывают такие вещи творятся, боже мой. Ну, как это вот, да? Захотеть себе намазать, не намазать и пойти себе рассечь. Слушай, а вот, допустим, если ты что-то очень сильно вот захотелось себе получить, да, происходит накопление энергии, а в какой-то момент ты потом отказываешься от этого. Ну, грубо условно говоря, ты хочешь себе крутой холодильник, приходит тебе средство, и ты такой думаешь, да, блин, ну-ка, давай, наверное, я на другое потрачу. Тратишь, как бы, энергия уходит. Вот что здесь происходит в этот момент, когда ты что-то желаешь? Ну, обычно то, что ты купил, оно становится тебе неважным, и ломается еще и холодильник. Ну, оно так происходит. Ну, чаще. То есть, если мы... Ну, потому что ты себя же сам обкрадываешь. Ты пожелал желания, на тебе деньги пришли, как подтверждение материальной действительности, как исполнить это желание, вот таким именно способом. На тебе, бери. А ты такой, не-не-не, я уже, типа, блин, не надо кредит отдать. Ну, и пошел против своего желания. Ну, опять же, все по башке ударишь каким-то образом. Ты себе не даешь. Если ты себе раз, не дал, два, не дал, зачем себе тогда вообще давать, я все равно не принимаю. И тогда вообще ничего в жизни не происходит. Кстати, Юля пишет. Важно понимать, что отсутствие событий в жизни тоже нормальные явления. Умейте наслаждаться тем, что ничего не происходит. Конечно. Да. Беспорно. Где ты это нашла? Где ты... Да, он в комментарии, не знаю. Ой, Нелия, тебе привет с Новороса. А вы кто? Не узнаю вас в гриме. Расскажите. Привет. Поведайте о себе, да? Привет. Так, а... Что такое впечатление не ею питаться наша душа? Не поняла, честно. Что-то написано. Хорошо. А я думаю, может быть, я пойму. А где это? Где ты это видишь все? Я вот листаю. А что такое впечатление? Вот... Он спросил. А что такое впечатление? Опять я потерял. Да что ж такое? Получается, знаешь как? Я сейчас вижу твое лицо. Получается. Ну, то есть я листаю сообщение, получается. Так. Давай, глаз. Сейчас. Ощущаешь? Что мы едим, тем и становимся. Ну, нормально, божечки. Что за шаблон вы придумали? Если я ем конину, я становлюсь конем, лошадью, да? А если я ем хрюшку, то я становлюсь свиньей. А если я ем морковку, я морковка, что ли? Да вы чё, люди. Нет, этот самый, ушастик сразу ты. А, зайцем? Да. Нет, ну я же не зайца ем, а морковку. По идее, если я зайца ем, тогда я зайца. Если я морковку ем, хорошая интерпретация. Так. А не поесть у меня тебя и стать собой, да? Да, кстати, это будет тогда вообще. А. Пошла я кушу себе палец. Съем себя и стану собой. Стану собой, да? Как стать собой? А, кстати, да. Это фишка. Как стать собой? Нужно откусить какой-нибудь орган от себя и станешь собой. Вот он что спросил. Что такое впечатление? Не ею ли питается наша душа? Ну, то есть впечатлением питается наша душа? Не есть рот? Питаться? Не знаю. Вот такой вот вопрос, видимо, был. Так, мам. Тогда надо есть человек. Это не ко мне вопрос. Так. Я не знаю. Смотри. Вот холодная вода, холодный душ. Холодный душ. Как ты относишься вообще к холодной воде и практикуешь ли вообще холодный душ такой, знаешь? Никому не раскрывал такой секрет, но я после горячей ванны всегда обливаюсь ледяной водой. А почему не раскрывала? Никто не спрашивал. Ну, это, согласись, круто. Я, знаешь, что отследил? Короче, это одна из фишек. Тело просто охрененно чувствует. Настолько контраст вот этот. Для меня это оргазм. Я всегда, когда мою ножки, я сначала горяченькое подаю специально, а потом ледяное обливаю, боже мой. А мне ещё бабушка, мама говорила, типа, не хочешь, чтобы ноги потели, особенно в этой жаре, в Новороссийске, там, под 40 градусов. Вот, делай контрастный душ, ты не будешь потеть. Это реально так. У меня никогда не потеют ноги. Я вообще сама, ну, редко потею. Даже при жаре у меня нет такого бильного потоотделения, потому что я всегда контрастный душ принимаю. Ну, как бы это с детства ещё получилось, и нормально. Ну, и такая у меня привычка, да, обливаться. Это круто. Это круто, да. Бодрит, такой, ах, я ещё ору, я стою под горячим душем, горячий душ, вот так вот быстро выключаю, и уже начинаю орать, ещё, ну, ещё, холодно, это не успело потечь, я уже ору. Ну, это круто. Да. И я сейчас, знаешь, замечаю, ну, вот, как бы лицо само, оно, ну, такое, знаешь, становится, ну, как бы... Упругая. Упругая, да, она вообще классная. Вот, холодная вода. У меня муж всегда, это, берёт, этот, штуки для льда, замораживает, короче, чай туда наливает, зелёный чай, или просто вода, соки, он замораживает, и меня куском льда всегда протирает, то есть он идёт в холодильнику, протирает своё лицо и моё. Вот, льдом. Да, очень классно, прям подтягивает кожу, убираясь в руки. Я люблю улицы, контрастные, да. Да, наше тело настолько деревянное, ему нужны контрасты, ему нужно чувствовать. Угу. И улыбку потом долго стянуть обратно не можешь. Ну, хоть и с такой есть. Дежурная улыбка стёрлась. Да, кстати, давай улыбнёмся, пусть нас заскрининят. Ты потом на видео заскринишь. Ну, давай, да. Ты что, со своего видео потом скрины не можешь сделать? Не, могу. Просто когда прикольно, потому что так присылают такие сообщения с этими. Ну, дело в том, что на моём лице текст написан. Блин, а что, убрать как? Да, убирай нормально всё. Это же, я-то уберу, но им видно будет или нет? Не надо, убирай, пускай. Я чуть-чуть так, вбок. О, вот так вот. Может, ещё раз наскринили. Всё, давай дальше. А сколько у нас времени, кстати? Полторы минуты. Ну, там, две. Так вот. Что, две минуты осталось? Реально? Да, реально. Ну, там чуть побольше. Ну, там плюс-минус три. Ничего себе. Классно. Ничего себе. Слушай, скажи, пожалуйста, слова какие-то можешь сейчас вот для всех, кто нас смотрит? Не шаблонные, а что-то вот сейчас вот именно, что-то сейчас чувствуешь, испытываешь вот эту душу от сердца, вот поведай пространство нам сейчас всем. Самая лучшая настройка на человека – это когда с ним очень комфортно молчать. Это самая лучшая настройка, когда вы телепатически очень глубоко связаны и можете считывать информацию, когда комфортно молчать. И мне очень сейчас комфортно молчать с вами целую минуту. Классно. Я себя периодически, Нель, ловил во время эфира на том, что очень прям с тобой классно говорить и молчать тоже. Я бы прям помолчал бы, но нас бы не поняли просто. Мы бы так друг против друга бы молчали, а они бы такие все. А что происходит? Не факт? Ну, да. Может быть, тоже улыбались, посидели. Ага. Спасибо тебе большое. Приятно было с тобой очередной раз побеседовать. Выйдем еще в эфир. Все, ты вот на эти странички будешь теперь вещать, да? Я теперь, да, на этой, потому что там у меня получается в работе, как бы диджей, да? Вот. Ну, то есть с новыми условиями. А здесь тебе мастер, трансформации и... Тут у меня будет все, ну, то есть все эфиры по самопознанию, по психологии, по истории в том числе. То есть ты абы кого не берешь? Ты берешь тех, кто в теме сознания расширяется? Да. Подожди, минуту. Минута не получится, у нас эфир закончится. А, все. Ну, в общем, да. Ну, то есть приглашать буду именно таких полезных людей, экспертов в каждой своей области, ну, каждый в чем-то своем. И он будет приглашать. Слушай, я бы с удовольствием познакомился бы хотя бы с одним, но пока судьба не сводила. Поняла. Как ты думаешь, инопланетяне существует? Я думаю, что, не знаю, нет. Ну, ладно, быстрее. Перед тобой сидит. А, так я, может быть, тоже он, я просто не знаю об этом. Стоит задуматься. Ну, да. Спасибо вам, друзья, тоже, все, кто присутствовали. Да, спасибо. Все, кто смотрел эфир на YouTube, нажимайте колокольчик для того, чтобы вам приходили уведомления о новом видео, потому что каждый день какие-то видео у меня на YouTube выходят. Смотрите прямые эфиры, задавайте вопросы под видео, с них я часто пишу посты, либо упоминаю их в прямых эфира. Все, спасибо тебе. Да, спасибо тебе. Рада была. Слушай, два часа пролетели с тобой, офигенно. Я вообще обожаю с тобой выходить в прямые эфиры. Я тоже с тобой обожаю. Мы еще поговорим по поводу работы в дальнейшем. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...